Добрый вечер. Здравствуйте, товарищи. Сегодня в 9 часов 41 минуту московского времени состоялась стыковка космического корабля «Союз-ТМ-6» с орбитальным комплексом «Мир». Есть касание. Есть механизм соединения. Принято протоны. Уже на следующем после стыковки витке через открытый переходной люк на станцию «Мир» вплывают Владимир Ляхов, Валерий Поляков, Абдуллахат Мумант. Владимир Титов и Муса Монаров радушно встречают их. Следуя древней традиции и отдавая дань торжественности момента, афганский космонавт зачитал из Корана «Суру милосердия». Затем Владимир Титов доложил товарищам Горбачёвой на Джебуле о готовности к работе. Докладываем вам порта орбитального комплекса «Мир», что международный советско-афганский экипаж приступил к выполнению программы совместных научно-технических и медико-биологических исследований и экспериментов. Бортовые системы научно-исследовательского комплекса работают нормально. Мы приложим все силы, опыт и знания, чтобы успешно выполнить намеченную программу полёта. Да здравствует крепкая дружба и сотрудничество между народами Советского Союза и Республики Афганистан. Экипаж орбитального комплекса «Мир», «Титов», «Монаров», «Ляхов», «Поляков», «Маман». В приветствии, которое направил космонавтам Михаил Сергеевич Горбачёв, отмечается, что этот полёт убедительно демонстрирует многогранность плодотворного сотрудничества Советского Союза и Республики Афганистан и открывает новую страницу в истории отношений между нашими странами. В приветствии товарища Наджибулы подчёркивается, что совместный советско-афганский космический полёт является вершиной содружества наших стран. Не только в совместной борьбе за суверенный, независимый и неприсоединившийся Афганистан, но и в мирном освоении космического пространства советские и афганские народы демонстрируют миру свою солидарность и твёрдое стремление к сотрудничеству. Командир объединённого экипажа Владимир Титов от имени всех космонавтов поблагодарил генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Сергеевича Горбачёва и генерального секретаря ЦК НДПА товарища Наджибулу за приветствия и добрые пожелания. Затем к соотечественникам обратился афганский космонавт. Он подчеркнул, что усилиями человеческой цивилизации, прежде всего Советского Союза, народ Афганистана поднят на космическую высоту. Теперь необходимо с помощью мирового сообщества подняться над кровопролитием братьев, установить всем вместе мир. Сегодня получена очередная сводка Госкомстата СССР. В ней сообщается, что зерновые и зернобобовые культуры без кукурузы к 29 августа скошены на площади около 82 миллионов гектаров и обмолочены на более чем 77 миллионов гектаров. Закуплено свыше 5 миллионов тонн овощей и 1 миллион 300 тысяч тонн картофеля. В последнее время в редакцию раздается много телефонных звонков. Людей волнует, как будет сохранен урожай нынешнего года. И вот по одному из таких адресов выехала наша съемочная группа. Как вы думаете, для чего предназначен вот этот виноград? А эти сливы? В сопроводительных документах указано. Первый сорт. Значит, и то, и другое можно не только с чистой совестью предложить покупателю, но и закладывать на длительное хранение. Но это только по документам. Фактически же, перед вами самые настоящие потери. Потери урожая 1988 года. Несколько вагонов лука поступили в Бауманское плодовощное объединение сегодня из Армении. А это из Туркмении. Вы не можете сказать, каков процент отхода в этом году? По всей видимости, здесь, наверное, процентов 25-30, наверное, будет. Давайте разберемся. Почему вообще некоторые хозяйства отправляют заведомо бракованную продукцию? Не пытаются ли они таким образом скрыть от государства свои потери, списав их на получателя? Неужели так трудно понять, что урожай не зависит от парадных цифр отчетов? Давайте не будем давать друг другу покоя. Давайте все вместе будем требовать и требовать бережного отношения к тому, что вырастили. Что надо сохранить до будущего года. Сегодня товарищи Легачев и Никонов с группой руководителей центральных газет, журналов и гостей или радио совершили поездку в Тульскую область. В колхозе Ленинский путь и совхозе племзаводия Зыбина Ясногорского района они ознакомились с опытом организации хозрасчетных отношений в сельскохозяйственном производстве на основе аренды и кооперации. Репортаж наших специальных корреспондентов. Как сделать, чтобы крестьянин вновь стал подлинным хозяином земли? Все начинается с дома. В этом живет семья Черикова. Глава Владимир Николаевич работает оператором газораспределительной станции. Его супруга Галина Ивановна домохозяйка. В апреле этого года они взяли в аренду 10 коров в колхозе Ленинский путь. Арендовали в колхозе и трактор. Владимир Николаевич установил механическую дойку, починил списанную косилку. Уже в первые месяцы арендаторам удалось поднять надои, снизить себестоимость молока, сломать выгода и для колхоза, и для арендаторов. Первая остановка Егора Кузьмича Легачева, Виктора Петровича Никонова и руководителей средств массовой информации у дома Черикова. Разговор зашел о дальнейших возможностях семейного хозяйства, о развитии его технической базы. Вот потребность есть в этом у вас, Галина, то, о чем говорит Виктор Петрович? Вот такое в оборудовании, в малой механизаторе такое. Конечно. Конечно, конечно. Если усовершенствованы, конечно. Сейчас мы пошли выпускать клетки для бройлеров. Вот их прямо поставить здесь, допустим, 30 клеток или корни сушек. Удобно. Заправил раз в неделю корма. Все они там. Теперь инкубаторы на 50 яиц выпускаем уже большое количество. Допустим, чтобы никуда, поскольку это несколько удаленно обычно бывает, каждый месяц может инкубировать и простор большой, пожалуйста. Потом Кицепром у нас превращается в производственное научное объединение со своим конструкторским бюром и со своими заводами. Госплемзавод «Зыбина». Своеобразным кооперативом кооперативов стало это хозяйство. Его работники на длительный срок получили в аренду все основные средства производства. Сейчас здесь действует 50 первичных кооперативов. А возглавляет хозяйство выборное правление. Во главе с председателем, опять же выборным, Александром Юрьевичем Кузьмичевым. Аренда заставила каждого работника считать свои расходы и доходы. Ведь, к примеру, автомобиль или трактор становится на определенный срок личной собственностью кооператора. Отсюда и отношение к земле, к животному, машине. И стремление получить больше продукции, а значит и прибыли с наименьшими затратами. «Некоторые все задают вопросы. Что же это фактически? Хозяйство разбивается на сфит, кооперативное, это еще ничего, а потом еще на жвенье, это уже небольшие, а затем еще индивидуальные арендации. Вот мы, мол, уходим от коллективного ведения хозяйства, замыкаем на мелких коллективах или даже на одном человеке. И вот мы теряем, теряем качество коллективистского труда. А теперь вот я чувствую, что из того, что вы говорите, так мы наоборот, фактически мы не имели их, или так уже говорить фактически, во многих случаях. А вот именно ведение арендного подряд, которое переворачивает суммы и сознание человека, может действительно рождает настоящих коллективистов, которые в самом деле заботятся и о своем собственном, и об интересах коллектива. И мало, и большого, и целого. Да вы не скажете, вот мысли поворачиваемся. Вы решили проблему отчуждения людей. Да, из-за общих интересов мы создаем общий интерес. О том, что это совхоз был для совхоз. Это же гарантия, это возможности колоссальные. А оно не разбивается, оно просто интегрируется снизу, и полностью получается оконченная система. Вот, Александр Юрьевич, сейчас пришли к понятию, что коллективного хозяина не бывает. Коллективный труд – это благо, но в коллективной ответственности все-таки она отрождествляется просто с безответственностью. А вот когда, в общем, уже конкретно у каждого свое, а в целом, в общем, коллективный труд – это другой вопрос. У каждого своя техника, свои средства. Проблема, которая вот жизнью уже заработана и провела к философским заключением. Юрий Петрович, он сказал, что он не теоретик, но он ответил на вопрос теоретиков о преодолении отчуждения от социалистической собственности и от власти, от управления. Но два вопроса важнейших теоретических ответил, поставленных на 27-м среде партии. То, что ученый политиканал… Так жизнь помернулась, понимаете, что они вот, люди, которые создают практические, они и работают ее. То есть, только у нас ее практически нет. Вот интересно, я вот все размышлял. Вот мы тут в последнее время вот с Виктором Петровичем, с другими товарищами просматривали вот эти рекомендации, которые публикованы, о чемодельных газетах ответы на вопросы. Вот подчеркивали там, так сказать, ну, словами, так и изложены на этих документах, что развивать в рамках социалистической собственности, в рамках того, что за толпой. Ну, до некоторой степени было, так сказать, опасение. Вдруг это, так сказать, начнется разрушать то, что создано целыми поколениями, десятилетиями. А тут я вижу совсем другое. Они не мыслят иначе развитие арендного подряда и арендных отношений вообще, вне колхоза, вне совхоза. И вся система направлена не на ослабление колхоза и совхоза, как основу мной, а организационный полный день, а на его укрепление. Можно сказать, что ленинская мысль о социализме, как острой цивилизованных кооператоров, обретает реальность. Дешёвые товары, проблема цен. Репортаж нашего корреспондента. Можно у вас скупить мыло за 14 копеек? Нет, нам сейчас-то мыло не поступает. А за 27? Тоже, только дорогие, начиная с 80 и выше. И таково положение в каждом отделе универмага, в каждой группе товаров. Идёт вымывание, у специалистов даже термин образовался, дешёвых товаров, как правило, первой необходимости. И что опасно? Подобное положение проецируется и на день завтрашний. Я работала на оптовых ярмарках, где формируется плана выпуска товаров на 1989 год, и всё это наблюдала воочию. Что происходит? Можно ли как-нибудь управлять этими обстоятельствами, этим процессом? Ну, во-первых, для того, чтобы объяснить эти явления, прежде всего, необходимо учитывать, что это следствие дефектов прежнего хозяйственного механизма. Недостатки, если не сказать, пороки в системе планирования, оценки результатов хозяйственной деятельности, в системе оплаты труда. Сейчас и производитель, и продавец товара, того же мыла, больше заинтересован в том, чтобы торговать товаром дорогим. Мне кажется, что вот такая вот бумазейная ткань года три там назад стоила, по-моему, рубль 50, рубль 60. Сегодня она уже 2,40, 2,65. Что она стала лучше качеством? Нет, качеством она лучше не стала. То есть такая же субстанная? Да. Просто изменение в артикуле. Еще пример. Раньше магазин получал, возьмем на тысячу рублей, 5 пальто. В плане поставок та же тысяча осталась. Но под нее фабрики дают уже 2 или 3 пальто. Предприятия имеют право устанавливать договорные цены и обязанность выпускать определенную долю дешевых вещей для пожилых людей, для молодежи. Так вот, правом они пользуются широко, а обязанностями пренебрегают. Потому что система образования прибыли, соответственно, фондов материального поощрения, система оплаты труда, она все-таки, отсчет идет все-таки от рублей. От рублей, от миллионов рублей, от миллиардов рублей, к которым, естественно, стремится и торговля, и промышленность. И в этом стремлении они сплошь и рядом идут, ну, извините за такое резкое выражение, на сговор против интересов потребителя. А нужно перестроить и систему оценки результатов хозяйственной деятельности, и в первую очередь систему оплаты труда таким образом, чтобы и производитель, и продавец был в одинаковой степени заинтересован в производстве как дорогого, так и дешевого мыла. Тогда структура выпуска продукции будет приспосабливаться к спросу населения, а не наоборот. В этом году на Украине построено 350 новых школ. Половина из них возведены для сельских ребят. Одна из таких новостроек открыта в Бахмаче Черниговской области. И вот всего за год специалисты треста Чернигов промстрой к новому учебному году с оценкой отлично сдали новостройку в эксплуатацию. Теперь здесь впервые одновременно в одну смену смогут учиться 1200 ребят. Здесь впервые старшеклассники от теоретических знаний в области информатики смогут перейти к практическому управлению современными компьютерами. Не просто для села приобрести такое оборудование и подготовить специалистов для обслуживания и обучения ребят. И в этом школе помогли предприятия района. Чувствовалось, хочется сделать лучше, хочется сделать для своих же детей. И заложили фундамент для дальшей профориентационной работы. И мне кажется, вы знаете, что эти возможности нам надо использовать и отношения с предприятиями еще более углублять. Потому что те проблемы, которые сейчас стоят перед школой, период перестройки народного образования, решить школа не сможет. До тех пор, пока лицом в школе не повернутся все трудовые коллективы, родители. Только сообща мы можем решить эту проблему. В новой школе по-новому построили и программу обучения. Поэтому все учителя прошли переподготовку в институтах повышения квалификации. А вот для Светланы Федоровны Заики и Валентины Степанны Червяк в новой школе начались их первые в жизни уроки самостоятельной работы. Они выпускницы Нежинского пединститута. Кстати, для школ Черниговской области институт готовит молодых учителей по самым современным специальностям. Многие из выпускников – бывшие стипендиаты местных колхозов, предприятий. И после окончания учебы охотно возвращаются на работу в родные места. Михаил Сергеевич Горбачев направил президенту Объединенной партии национальной независимости Замбии Кеннету Дэвиду Каунди телеграмму, в которой поздравил его с избранием вновь на этот пост и пожелал всем членам партии успехов в борьбе за торжество гуманистических идеалов мира и социализма. Сегодня товарищ Демичев принял делегацию Национального Конгресса Республики Гондураса во главе с вице-председателем Конгресса Гомес Сеснерасом. Состоялся обстоятельный обмен мнениями по проблеме оздоровления международной обстановки. Отмечалось, что достижение этой цели в духе нового политического мышления требует разблокирования региональных конфликтных ситуаций. Советской стороной подчеркивалось, что СССР принципиальный сторонник политических методов решения региональных проблем, приветствовал достижения гватемальских договоренностей и готов способствовать их притворению в жизнь. Ситуация в Центральной Америке может и должна быть урегулирована самими латиноамериканцами в русле национального примирения без всякого вмешательства извне на основе баланса интересов и строгого уважения права каждого народа на самостоятельный путь развития. В ходе откровенной дружественной беседы была выражена заинтересованность сторон в развитии связей между Советским Союзом и Гондурасом. Сегодня в Улан-Баторе Жамбин Батмунг принял первого заместителя председателя Совета Министров СССР товарища Мураховского, прибывшего во главе советской делегации для участия в 34-м заседании межправительственной Советско-Монгольской комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Особое внимание было уделено вопросам повышения эффективности экономического сотрудничества, дальнейшего внедрения новых прогрессивных форм двусторонних связей. Сегодня в Женеве завершилась встреча представителей СССР и США, третья по счёту, рассмотрение действия договора об ограничении систем противоракетной обороны. Высказываясь за упрочение договора, стороны вместе с тем обращали внимание на необходимость решения некоторых вопросов, связанных с его выполнением, которые вызывают озабоченность у той или другой стороны. Не было выработано каких-либо совместных документов. Каждая из сторон опубликует своё соответствующее заявление по итогам обсуждения. С осуждением продолжающихся в Польше незаконных забастовочных акций выступил председатель главного комитета объединённой крестьянской партии маршал Сейма Малиновской. По мнению членов партии, подчеркнул он, выступая с докладом на открывшемся сегодня в Варшаве пленумы Главного управления партии. Забастовки являются такой формой протеста, которая не улучшит экономического положения страны и не ускорит реализации программы реформ. Крестьянство, сказал Малиновский, беспокоит тот факт, что ущерб от забастовок в значительной мере ляжет на их плечи и будет способствовать ухудшению положения с продуктами питания в стране. Как уже сообщалось, в первой половине августа после вывода основных сил советских войск из Кундуза, административного центра одноимённой провинции на севере Афганистана, на кратковременный период город был захвачен бандами непримиримой оппозиции. В ходе состоявшегося сегодня в Москве брифинга начальник управления информацией МИД СССР Герасимов остановился на этом событии. В частности, он сказал. Вчера представительница государственного департамента Филлис Оукли заявила, что Советский Союз нарушил Женевские соглашения, оказывая поддержку афганской стране в отражении нападения на город Кундуз в вооружённых отрядах антиправительственных сил, в том числе с помощью и боевых самолётов, и вертолётов. В связи с этим скажу следующее. События в Кундузе явились прямым результатом продолжающегося нарушения Женевских соглашений и вооружённого вмешательства с пакистанской территории во внутренние дела Афганистана. Ворвавшиеся в Кундуз отряды вооружённой оппозиции занимались убийством гражданских лиц, грабежами, разрушениями. Они захватили заложников, они увели 200 девушек-школьниц. Потребовались экстренные меры для спасения города и мирных жителей. Кроме того, в это время в районе города Кундуз ещё находились небольшие советские воинские отряды и советские граждане. Эвакуация их ещё не завершилась. Город был освобождён в результате действий вооружённых сил Республики Афганистан. Долг Соединённых Штатов, как страны-гаранта, содействовать выполнению сторонами своих обязательств по Женевским соглашениям. Событий в Кундузе могло бы не быть, если бы Соединённые Штаты, как гарант Женевских соглашений, оказывали соответствующее воздействие на пакистанское руководство с целью пресечения вмешательства, прекращения братоубийственной войны. Советский Союз выполняет принятые на себя обязательства по Женевским соглашениям и обвинения в нарушении нами этих соглашений несостоятельны. Отвечая на уточняющие вопросы журналистов, представитель МИД СССР добавил. Для срочной поддержки и с согласия афганского правительства в районе Кундуза имело место применение самолётов в территории Советского Союза для выполнения срочных заданий для боевых действий с превосходящими силами контрреволюции. Были даны ответы и на другие вопросы журналистов. Главарь военно-фашистского режима в Чили, генерал Пеначет, официально объявлен кандидатом на пост президента страны. Решение об этом приняла правящая военная хунта на специальном заседании. Сантьяго и других городах Чили прошли манифестации протеста. Против их участников каратели применили водомёты и слезоточивый газ. Один человек убит, более 20 ранены, многие арестованы. Мощный взрыв произошёл сегодня в Йоганнесбурге. Ранено 7 человек. Взрывное устройство было заложено в здании, где разместились штаб-квартиры Южноафриканского совета церквей, женской организации «Чёрные шарфы» и ряда других, выступающих за ликвидацию апартеида в Южной Африке. Английские солдаты из специально обученных подразделений авиадесантных войск расстреляли из засады троих севера ирландцев, поезжавших на автомобиле по дороге близ местечка Омо, в 80 километрах от Белфеста. Лондонская печать отмечает, что этот инцидент имеет определённую цель. Начать планомерное уничтожение подпольной группировки ирландских католиков, так называемой Временной Ирландской Республиканской Армии, которая в последние месяцы резко активизировала свои действия против английских сил безопасности войск. Сегодня народ Малайзии отмечает национальный праздник. Предлагаем вашему вниманию репортаж нашего корреспондента Виктора Конного. Столица Малайзии Куала-Лумпур в праздничном убранстве. Улицы украшены национальными флагами, вымпелами с цифрой 31. 31 раз Малайзия отмечает годовщину провозглашения независимости. Государственный флаг развивается над федеральным секретариатом, старинным дворцом с множеством причудливых башенок. И над парламентом страны, современным высотным зданием, будто парящим над столицей. За годы независимости Малайзия добилась немалых успехов в развитии экономики, чему во многом способствовало наличие богатых природных ресурсов. На мировом рынке Малайзия является традиционным ведущим поставщиком олова, натурального каучука, пальмового масла. Однако в последние годы с развитием национальной промышленности меняется и структура экспорта страны. Сегодня около половины его составляют готовые изделия, среди которых резко возрос удельный вес электроники. Сочетание старого и нового, традиции и современности заметно сейчас в Малайзии повсюду. Это проявляется и во внешнем облике столицы страны, Куала-Лумпури, где ажурные небоскребы соперничают с куполами минаретов. Малайзия – конституционная монархия, особенность которой состоит в том, что монарх избирается сроком на пять лет из числа наследственных султанов. Федеральное устройство Малайзии породило традицию, по которой годовщины независимости страны празднуются, как правило, поочередно в одном из 13 штатов. Этот раз выбор пал на штат Джахор, султан которого и является нынешним верховным правителем Малайзии. Здесь, на берегу узкого Джахорского пролива, отделяющего Малайзию от Сингапура, главный центр торжества. Напротив дворца султана установлена специальная трибуна, мимо которой и будет двигаться праздничное шествие. Сюда съехались представители всех штатов Малайзии, зарубежные гости, главы дипломатических представительств. Как отмечают здесь, символом дружественных отношений между Советским Союзом и Малайзией, своеобразным подарком ко дню ее независимости, стало недавно принятое решение о подготовке совместного космического полета с участием гражданина Малайзии. Бережливость не порог. Репортаж нашего корреспондента в Швейцарии Владимира Дмитриева. Европейские социологи и статистики часто называют швейцарцев самыми бережливыми, самыми экономными в мире людьми. В справедливости подобной оценки убеждаешься всякий раз, когда посещаешь здешние магазины или учебные заведения, когда бываешь у швейцарцев дома или на промышленных предприятиях. Житель Цюриха, Берна или Лугана никогда не купит лишнего в магазине, особенно в продовольствии. К продуктам здесь святое отношение. Ничто не должно портиться, пропадать. Если, скажем, сроки продажи овощей и фруктов подпирают, а эти сроки устанавливаются санитарной комиссией, то магазин снижает цены, чтобы избежать потерь. В торговых центрах и крупных лавках прямо у входа стоят коробки для сбора использованных батареек. Товар этот будет отправлен на завод для переплавки, где получат так необходимые промышленности, серебро, медь, литий и другие ценные металлы. Замечу, что радио и печать редко напоминают о необходимости сбора батарей. Дело это привычное для населения. Правда, раньше было на добровольной основе, а год назад вышло постановление правительства, согласно которому каждый покупатель батарей обязан сдавать их после использования, причем без какой-либо компенсации. Еще пример. Сколько ни присматривайся, здесь не увидишь забытых кем-то у только что возведенного здания, бетонных плит, труб, в общем, каких-либо стройматериалов. Не увидишь брошенных на помойку бутылок. Значительная часть бутылок из-под вина, пива, соков и так далее, купленных с учетом стоимости посуды, как правило, сдается в магазин. Чаще всего приемщиков заменяют автоматы. Что касается бросовой стеклотары, то для нее во дворах домов установлены контейнеры с ячейками для разного цвета стекла. В дни отдыха, кстати сказать, выбрасывать посуду запрещается. За опорожнением контейнеров следят консьержи и муниципальные власти. По официальным данным в стране переплавляется около 40% старого стекла, что приносит значительную экономию электроэнергии и сырья. Эти аккуратно упакованные пачки старых газет и журналов швейцарцы выставляют у своих домов. Раз в месяц коммунальные службы забирают макулатуру и сдают на фабрики в переработку. Из одного миллиона тонн ежегодно потребляемой стране бумаги почти половина используется вторично. Это сбереженные каждый год 10 тысяч гектаров леса. Сбор металлолома, домашний утварь, ненужный в быту одежды – все это четко организовано, осуществляется с поразительной эффективностью. В стране, лишенной собственных полезных ископаемых, использование вторичного сырья поставлено на высокий уровень. Дело это государственное. Но есть и другой фактор – человеческий. Степень сознательности, гражданской ответственности каждого за то, чтобы национальное достояние росло и обогащалось за счет экономии, бережного отношения к природе, естественным ресурсам. Швейцарцы в этом плане по многим показателям поистине чемпионы. Сегодня на южной границе СССР в районе грузинского селения Сарпи открыт контрольно-пропускной пункт, положившей начало прямому автомобильному сообщению между Советским Союзом и Турцией. Впервые за все время существования и нашей, и турецкой государственных границ здесь наблюдалось такое стечение людей. Две соседние страны в результате взаимно-дипломатических усилий пришли к важнейшему соглашению, которое, несомненно, послужит улучшением отношений между ними. Надо признать, что в этой сложной цепочке не доставало не только небольшого моста, через который должен идти транспорт. Мы обоюдно испытывали друг другу недоверие. И, как правильно отметил один из выступивших на митинге, каждая сторона имела свою твердую политическую линию, но ощущалась острая нехватка реальной политики. И потому, как реагировали на происходящие официальные лица, пограничники, жители окрестных сел, ведь граница здесь проходит через многие семьи, можно с уверенностью сказать, что новое мышление стало брать верх над многолетними и не всегда принципиальными разногласиями. Завершалась сегодняшняя церемония открытия контрольно-пропускного пункта на турецкой территории, где состоялась дружеская встреча журналистов обеих стран. Открытие пункта Сарпи – это, конечно, акт доверия между нашими странами, которое особенно за последнее время возросло. Затем, если говорить об экономической стороне дела, то, конечно, открытие КПП Сарпи даст возможность для развития торговли. Для развития торговли между нашими двумя странами в целом и для развития приграничной торговле. Кроме того, для развития туризма богатейшие возможности открываются для этого. Ну, пример хотя бы можно привести такой, что становится, в принципе, возможным тур вокруг Черного моря. Кого не заинтересует из иностранных туристов, туристов Турции и Советского Союза такой тур. Вот, я думаю, основные важные вещи, которые связаны с открытием пункта Сарпи на советско-турецкой границе. Сегодня в Москве начала работать выставка китайской народной игрушки, рассказывает Светлана Бестужева. Экспозиция детской игрушки в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина – дело непривычное. Один из главных побудительных мотивов у строителей – вот такой. Мы организовали эту выставку как подарок нашим школьникам к Дню Знаний, к первому сентября. И надеемся, что эта выставка понравится школьникам. Они приведут сюда и своих друзей, и своих родителей. И надеемся, что эта выставка будет интересна абсолютно всем. Ну, как видите, с первых же часов работы экспозиции добрые надежды оправдались. Зрители самые разные и очень заинтересованы. Да ведь и трудно не увлечься этим ярким, красочным, разнообразным зрелищем. В залах около 500 экспонатов. И так же, как в жизни в Китае, игрушки живут не изолированно. На выставке они существуют рядом с фонариками, улыбочными картинками, совершенно прелестными вырезками из бумаги, украшающими окна. Представляете, насколько веселей становится дома зимой, когда из окна летит к вам вот такая бабочка. Игрушки выполняют функции воспитательные, эстетические, познавательные. Выставка все-таки в музее, и подробнейшие пояснения, этикетаж часто расшифровывают смысл, для нас, европейцев, не всегда понятный. Например, вот этот игрушечный мальчик – воплощение мечты о здоровом потомстве, а коробка богатств в его руках – пожелание благосостояния. На поиске этой веселой игрушки тоже пожелание счастья и благополучия. Доброжелательный смысл большинства экспонатов в этой выставке делают ее особенно симпатичной и привлекательной. Когда я спросила у организаторов этой экспозиции, а есть ли здесь какая-нибудь особенно доброжелательная игрушка, которую можно было бы символически подарить сразу всем нашим телезрителям. Сказали, что лучше всего взять вот этого тигра. Тигр является символом охраны дома, семьи, счастья, мира в этой семье. Ну вот символически мы и дарим этого тигра зрителям нашей программы. Здравствуйте, товарищи. Чуть больше двух месяцев прошло с того дня, когда завершился чемпионат Европы по футболу, принесший нашей сборной серебряные медали. И вот сегодня сборная СССР стартует в новом отборочном цикле чемпионата мира. И первую мать в гостях со сборной Исландии. Знаем, что игра будет нелегкой, и все же верим в наших футболистов. Репортаж об этом матче начнется в 22 часа по первой программе. А теперь вернемся к олимпийской теме. Столица Олимпиады 88 в нетерпении. Тысячи забот у Сеула, готовящегося принять посланцев всей планеты. Уже началась культурная программа Олимпиады, и в ней принимают участие не только профессиональные коллективы, но и все желающие. Последние репетиции, последние штрихи в преддверии большого праздника спорта на главном олимпийском стадионе. Со дня на день в Сеул начнут прибывать спортсмены и туристы. Завершают свою подготовку и советские олимпийцы. Во Владивостоке закончилась парусная регата с участием Олимпийской сборной СССР, которая перед выездом в Сеул проходит адаптацию и акклиматизацию в Приморье. На старт этой популярной у местных ясменов гонки вышло около 60 парусных судов. Им предстояло преодолеть в Амурском заливе 100 миль по довольно сложному в навигационном отношении маршруту. Ветер в первый день регаты дул ровный, одного направления. Тут для победы необходимым было не только правильно проложить курс, но и мастерски управлять парусами. Эти качества в полной мере на незнакомой акватории продемонстрировал экипаж яхты Ритм, которые управляли Георгий Шайдука, Олег Миронов и Николай Поляков, чемпионы Советского Союза и Европы в классе яхт Соленг. Поразил всех своей отличной подготовкой, опередив многие большие яхты на дистанции регаты, на парусной доске член сборной команды страны Николай Кравченко. Третья партия матч-реванша на пеннистом мира по шашкам в Ялте вновь не состоялась из-за болезни харьковчанки Ольги Левиной. Как нам сообщили судейские коллеги, если 1 сентября Левина не приступит к игре, то победительницей будет считаться минчанка Зоя Садовская, которая, кстати, и ведет в счете полтора на пол очка. После жеребьевки стали известны полуфинальные пары розыгрыша Кубка Всесоюзной Футбольной Федерации. 16 октября футболисты Невчи принимают Спартак, а на следующий день московские динамовцы на своем поле сыграют с Кайратом. Финал турнира 27 ноября. По сведениям гидромедцентра СССР завтра, 1 сентября, на большей части европейской территории страны будет умеренно теплая погода, преимущественно без осадков. В Эстонии 15-20 градусов, в Латвии и Литве 17-22, на Украине дожди 18-23 градуса, в Белоруссии 17-22, в Молдавии 20-25 градусов, в Грузии 24-29, в Армении 18-23 градуса, в Азербайджане 26-31 градус, в Ленинграде 17-19, в Москве без существенных осадков ночью 9-11, днем 15-17 градусов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова